В администрации Самары подвели итоги традиционного голосования за объекта благоустройства по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году из 20 территорий самарцы выбрали три. Абсолютным лидером стал парк «Воронежские озера», набравший более 26 тысяч голосов. Его третью очередь начнут благоустраивать уже в следующем году. Самара традиционно занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Мы третий город по численности людей, принявших участие в голосовании. У нас проголосовало более 214 тысяч человек, за что огромное спасибо нашим жителям. От их активности действительно очень многое зависит. На втором месте по количеству голосов парк «Молодежный». Там в следующем году тоже будут благоустраивать третью очередь. Также в тройке лидеров бульвар на улице Чернореченской. Совсем недавно в этой части города начали восстанавливать кинотеатр «Россия». Жители посчитали, что пространство бульвара требует преображения, чтобы композиция стала завершенной. Во время подведения итогов голосования в администрации Самары особо отметили роль волонтеров, которые помогали организовать процесс и разъясняли жителям содержание предлагаемых проектов. В этом году ежедневно на территории города в среднем трудились 177 добровольцев. Принято решение наградить самых активных. Одним из подарков станут специальные электронные баллы от 1000 до 3000. От проекта «Другое дело». Данный проект существует в формате приложения в социальной сети ВКонтакте, где за различные активности можно получить баллы и тратить их на билеты, на выставки, шоу, на обучение, стажировки и экскурсионные поездки, а также на различные встречи с федеральными экспертами в различных областях. Теперь жителям районов-победителей предстоит выбрать дизайн-проекты будущих пространств. Обсуждения пройдут в ближайшее время. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными и для местного населения, а также для туристов такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Достигать целей помогают в том числе национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов и Игорь Казановский. События.